Здравствуйте! Это специальный видеоблог телесеть. За очень короткое время мы расскажем вам о самом важном, что есть в мире телевизионном, а именно о том кино, которое производит телевидение и телесериалах. В сети появился пилот нового фоксовского сериала с труднопроизносимым названием «Уэйдворд Пайнс». Это название маленького пасторального городка в штате Айдахо, куда отрежают двух специальных агентов, чтобы те разыскали пропавших там коллег из ФБР. По дороге напарники попадают в какую-то жуткую аварию. Один гибнет, второй теряет память и сознание. Когда память и сознание возвращаются, он понимает, что идиллическая картинка этого маленького городка обманчива. Сам городок будет похлеще Твин Пикса и что, вероятно, ему самому из этого городка вряд ли удастся выбраться живым. Определение добротно снятой или крепкой истории для современного сериала – это ничто, потому что любой современный сериал так или иначе добротно снят и обладает в той или иной степени крепкой историей. Уэйборд Пайнс бросается в глаза своей фактурой, а еще непрекаянностью воспитанного Фрэнсисом Копполой артиста Мэтта Дилана и отщепенки-беженки Джульетты Льюис, которые здесь играют главные роли. За всем чувствуется крепкая постановочная рука. Перед вами телевизионный дебют «Эм Найтэш Ямалана», автора «Шестого чувства» и «Знаков», который после вышеозначенных картин как-то стремительно покатился вниз, а оказавшись на телевидении, вдруг обрел второе дыхание. Здравствуйте. Мне нужна Беверли. Кто? Она работала здесь вчера. Вы были здесь вчера? Да, был. И за баром была девушка? Здесь работают только двое людей. Парень по имени Стив и я. Взяв за основу бестселлер некого Блейка Крауча, «Эмалан» сразу ставит по-крупному. Если это фильм ужасов, то в нем не должно быть показано ничего. Ужас просвечивает в интерьерах больничной палаты, из которых скроена целая геометрия недосказанности и агрессивной доброжелательности американцев. Но подлинный смысл этого сериала, пилот которого разыгран как строгая музыкальная пьеса из дурных предзнаменований, раскрывается, когда сбежавший Мэтт Дилан кружит лесными дорогами вокруг городка, судорожно ища выход. Тут блестяще, как мне кажется, вычерчена логика кошмара, когда некуда больше бежать, хватаешь первого встречного и начинаешь задыхаясь объяснять, кто ты и что здесь делаешь. А он оказывается заодно со злодеями. Ты живешь здесь? Да. Как давно? 12 лет. Это невозможно. Ты была со мной 5 недель назад. В общем, Шьямалан снял фильм о том, что заговор тотален и надежды фактически нет. А еще он, не скрывая, кивает на Твин Пикс Дэвида Линча как на главный источник своего вдохновения. Далеко не уехали, правда? Как мне выбраться отсюда? Никак. Я все хотел, и мне бы следовало рассказать вам о пятом сезоне Игр Престолов, но с этим сериалом у меня как-то не сложился роман, и потому я предоставлю слово другим, а сам буду говорить о том, что знаю и что люблю, и что вызывает во мне живой человеческий интерес. Среди прочего, вернусь к тем сериалам, которые по разным причинам прошли мимо нас, но достойные самого пристального внимания. Не такие старые, но, собственно, не такие и новые. Среди таких сериалов «Ангелы в Америке» – шестисерийная фантасмагория, снятая 12 лет назад, покинувшим нас в ноябре прошлого года великим американским режиссером Майклом Николсом, автором по меньшей мере дюжины культовых американских картин, среди которых выпуск некий «Кто боится?» Вирджинии Вольф. «Я гомосексуалист, мама. Мама, скажи что-нибудь». «Ты достаточно взрослый, чтобы понять, что отец не любил тебя и не наделать глупостей». «Что?» «Ты ведешь себя ужасно». «Я... что?» «Ты должен вернуться домой, к своей жене, прямо сейчас. Мне нужно поспать». «Главная тема сериала – фактически гомосексуализм и спид. Ангелы у Николса спускаются с небес в Нью-Йорк 1985 года, который переполнен человеческими страстями и грешниками. У ангелов этих лица исключительно первых американских артистов. Аль Пачино здесь играет престарелого политика Гея, который, несмотря на свою ориентацию, поддерживает гомофобские настроения. Есть Мэрил Стрип. Та вообще играет сразу несколько персонажей. Мать умирающего Гея, бородатого раввина, ангела с небес и призрака советской шпионки Этель Розенберг. «Из-за этого я отправлюсь в ад». «Подумаешь, неужели там может быть хуже, чем в Нью-Йорке?» Сериал этот, надо сказать, в начале нулевых надел немало шума в Америке, взял целых пять золотых глобусов и каким-то образом прошел мимо нас. Время исправлять эти ошибки. Приятного просмотра. Вы смотрели специальный видеоблог-телесеть, в котором так или иначе говорится о самом важном и почти культовом кино, которое снимает современное телевидение. До встречи ровно через неделю. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok